на твоей скане тяжело крутится руль при повороте руля какой-то звук сзади скорее всего я знаю в чем дело привет мы на канале ватрак меня зовут Слитка и Олега и у нас сегодня снова разбор деталей сегодня мы поговорим про насос гура покажем какие бывают неисправности и где он стоит давайте начнем с того где он найти на автомобиле установлен он на двигателе с левой стороны сзади для наглядно сейчас мы поднимем кабину и посмотрим конкретно где он находится ну что у нас кабина полностью поднята и мы можем наблюдать здесь насос гура установлен у нас вот здесь вот вот мы увидим наблюдаем крепится он на кожах и маховика получается здесь также мы можем видим две трубки одна трубка это от трубка обратки и трубка подачи масла от мотовки вот бывает у нас два типа на сканер 5 серии это бывает когда у вас двухконтурная система рулевая до вас дополнительно ставится на кпп сзади а второй насос гура в данном случае это обычная двухоск соответственно с один насос гура по моему 150 170 бар у него производительность находится в принципе как он стоит и как он устанавливается здесь видно вот сейчас на самом насосе гура когда он на снятом я вам покажу нюансы с прокладкой там интересные есть да а в целом давайте переберемся в более удобное место для его разбора ну что дорогие друзья мы переместились в более удобное место вот наш подопечный насос опять мы взяли насос изначально он у нас неисправный вот он таким вот образом выглядит здесь что первое бросается в глаза это табличка scania lf 75 и это наверное модель самого насоса есть номер вот этот номер есть наверное это не оригинальный номер фирмы люк фирмы люк делают эти насосы да и наверное вот это оригинальный номер артикул данной детали вот здесь у нас есть два входа-выхода и высокое давление это наверно низкое давление 4 болта нас держит сам насос вот это сам насоски это просто кронштейн который держит насос гура насос гура к корпусу кожуха муховика шестеренчатый привод у нас данном случае система грм на скане всех шестеренчатого типа есть какой-то люфточек что-то там присутствует до 5 непонятная штука ну видать он не просто так неисправный до маленького обрезлый то внутри у нас здесь сальник там подшипник важный момент смотрите мы здесь вот стоит прокладка специальная прокладочка до резиновая мы брали не оригинальную пробовали брать не оригинально то что оригинально очень дорогая прокладка и не оригинальные вообще не ходят извиняюсь выражением полная фигня вот она не держит со временем начать течь и ничего хорошего из этого нет и вы переплотняете снова и снова этот масляный насос или насос гура вот можно только использовать оригинальную оригинальный держит очень хорошо и долго ходит но она собака дорогая вот и поэтому мы придумали скажем так лайфхак когда выбрали оригинальную прокладку мы видели как будто вы знаете вот я сделаю из герметика прямо вручную вот и мы собственно говоря так и сделали мы аккуратно брали формирователи прокладок с фирмы виктор рейнс все знают и вот аккуратно наносил наносили чтобы она торчала да и ждали пока она высохнет она высыхала и получилась по сути прокладка и хороший вариант он всегда держит всегда ничего не течет и при этом не особо дорого стоит вот итак повторюсь по неисправности в данном экземпляре у нас что есть у нас бывает то что когда стоишь на месте стоишь на месте до на заведенной машине и крутишь руль и он крутится очень тяжело на а когда даешь газа даешь газа и на становится гораздо легче скорее всего не в правильный насос гура шум с него до какой-то лишний что-то еще это скорее всего все из-за того что подшипники изношен внутри вот так же там еще есть скажем так такой протор в котором лепестки стоят это и за счет этого и покачивается масло они не приходят тоже негодно соответственно давление падает вот гул лишний для какой-то там пузырьки там могут образовываться в системе у вас все это может быть том числе из насоса вот чтобы не справиться так давайте приступим к разбору данной детали я сейчас ходил зажал в тиски все это дело для того для удобства своего да по мануала вот эта шестеренка снимается съемником то есть откручиваете вот эту гаечку открутили гайку дальше вот этим вот это здесь у нас конус вот в этом месте конус и здесь то есть вот в этом месте конус и он садится здесь очень плотно вот артикул 137 63 57 у этой шестеренки конус на так с косозубом шлицом дальше пошли смотрим здесь у нас шпонка здесь должна быть шпонка но я чего-то его здесь не вижу едет она потерялась у меня шпонки нет здесь у нас видим 102 стопора подшипник откручиваем две гайки две гайки ну обычные гайки на 15 тут вот таким вот рожком ключом их открутил нормально единственную головку сверху не подлечь а кстати говоря обратите внимание люк фирма люк вот она мне прячется название компании давайте попробуем эту крышку так сначала большой был пока нет крышки не снял опа скорее всего это клапан клапана лишней подачи масла я так понимаю это пружина так тут маленько маслица осталось от эфки тут в нем тут есть аварийный клапан скажем это что аварийная клапан регулировки подачи масла то есть если оборотов слишком много слишком много масла подается вот эта пружина прожимается и масло перенаправляется на вход тем самым не превышается давление получается некий клапан аварийного сброса но нет ни аварийного это просто регулируют по сути это регулировка давления в системе то есть больше чем надо не будет за счет вот этой пружины и к этого клапана отлично один был слышал смотрите как туда залетела видимо какой-то коррозии как коррозировал болт вы именно в корпусе потому что это больше наверно дюралька коррозировал по какой-то причине сюда подпадала влага видимо потому что болты должны выглядеть вот так вот который не коррозировал почти что не подала его то как выглядит просто новейший болт и болт здорового человека болт курильщика пожалуйста тут тоже какая-то коррозия впадала 4 болта открутили они у меня в руке вы можете их видеть ешка кручивать ешкой и 14 вот таким вот образом смотрим папа он уже разбирается она ага ага а так точно просмотрел мануал модель мануал как раз это есть а клапан сброса избыточного давления масла вот он таким образом вот эта пружина она прижимается открывается канал дополнительный и все у нас происходит так здесь у нас мы видим что мы видим два канала 2 канальца куда уходит масло сучь чего здесь пока визуально я ничего не наблюдаю больше лишним здесь то есть от видно отлив но он не разборный тут видно отлив он неразборный вот видите да а по на ней видно что есть выработка тоже на то есть она не новая но и не критично и собственно говоря сама конструкция насоса внутри как она устроена под действием именно обратите внимание вот эти вот лепестки до металлические они у нас работают под именно действием центробежной силой то есть от большого вращения они открываются то есть они так поворачиваются и прогоняют масло прогоняет масло здесь у нас получается 2 вот так вращается насос насколько знаю два входа два выхода то есть масло так проходит ну то есть это вход подает сюда масло она прокачивать и выходит то же самое подача выход и вот так вот он вращается и прокачивает масло у нас получается две камеры стопор съемник взял снимаем с топора стопор самый обычный хоп так достали ротор достали ротор вот так вот он выглядит у нас ротор с платочками обратите внимание во первых на платочки на них имеется износ на видите вот износ то есть они тоже изнашиваются вот тут очень хорошо видно видимо на эту сторону был упор то есть они в масле до тебя вот эти полосочки металлические у нас лепестки скажем да но они за счет вакуума вот здесь вот в этом месте они не на ней полностью не улетают то есть они просто подъезды центробежной силы возвращаясь туда-сюда доходит туда-сюда туда-сюда и вот весь принцип работы большинства видов наверное насосов гура они так устроены так работают на легковых машин потому что я тоже встречал такое бывает это нормально в том числе на скане они не стали изобретать велосипед видимо да и сделаю также таким же износ корпуса ротора или корпуса статора как правильно не знаю поправьте пожалуйста комментарии как про этот корпус называется так ну здесь износ есть но как бы имеется насколько он критично не критично не могу сказать ничего потому что не так часто их разбирают как правило просто меняет целиком так резиночки мы видим здесь тоже плотнее резиновое зелененькая вал изношен подшипник шумит сальник вот эти штуки по-моему тоже должны доставаться да такая же шайбочка 2 2 штифта достаточно плотно сидит достаточно плотно сидит здесь у нас резиновое уплотнение чтобы ничего не протекало то есть это вот просто крышка крышка как крышка двумя шпильками две шпильки который держит хорошую уплотнение резиновое большими скольжения есть это медная втулочка надо есть такая вот вот она стоит тут непонятно а вот эту штуку мы раз распилим я думаю точно маленькая болгалка не справилась придется брать большую и делать вещи сейчас мы распилим толщина металла добротная ну что друзья маленечко я варварски способом достал сальник отсюда вот нас такая вот заготовка здесь осталось только и все корпус насоса получается маленький тут его испортил но в целом вот так корпус корпус хопа разрезал пополам так вот принцип работы вот этого клапана это давление слишком много он нажимает и открывается канал вот этот канал который отпускает все обратку и тем самым получается что давление спускается когда давление падает он обратно прожимается закрывается канал и все нормально вот таким образом у нас работает масляный насос мы разобрались в устройстве было неисправности как он устроен где он стоит и в принципе наверно на этом все спасибо вам большое за просмотр данного видео если вам нужно что-то еще разобрать что-то интересного вам да вы пишите в комментариях мы постараемся сделать на этом все ставьте лайки пишите комментарии всем пока